Послевоенные события в Армении развиваются с молниеносной скоростью. Армянское общество не воспринимает фактическое поражение в войне как национальное поражение. Большинство считает, что поражение понесла власть и лично Никол Пашинян. Очевидно, скорая отставка Пашиняна, которая, кроме общественного требования, является также требованием политического и, что не менее важно, религиозного большинства. Об этом пишет газета ПАСТ. Пашинян, однако, отказывается выполнить требования большинства. Согласно имеющимся сведениям, власти разработали план Б, суть которой следующая. Когда станет невозможным существование Пашиняна в политическом поле, в случае его отставки фракция власти может выдвинуть кандидатуру другого революционера Арарата Мирзаяна, ныне спикера парламента. Мирзаян, считающийся представителем антироссийских сил в команде Пашиняна, начал политические консультации для получения поддержки политических и религиозных сил и деятелей в случае такого варианта. За последнюю неделю он провел встречи с непарламентскими прозападными антироссийскими антипутинскими деятелями. В его лице пытаются создать властное национальное согласие, а в действительности союз, имеющий антироссийский вектор, который должен противостоять влиянию России в послевоенной Армении и Карабахе, пишет Паст. Спикер парламента, в частности, провел встречи с председателем партии республика Арамом Сарксяном, который на протяжении 20 лет выступает с подчеркнутой антироссийской позицией. Другим деятелем является председатель Объединенной рабочей партии Гурген Арсеньян, восхваляющий западные либеральные ценности. Другим деятелем является председатель Объединенной рабочей партии Гурген Арсеньян, восхваляющий западные либеральные ценности. Мирзаян встретился также с председателем Христианской демократической партии Армении Ливоном Шириняном. Рамс Арксян постоянно критикует все, связанное с Россией, начиная с целесообразности присутствия в Армении 102-й военной базы и заканчивая членством страны в ОДКБ и Евразес. То же самое можно сказать и о Ливоне Шириняне, который не раз озвучивал заявление типа «лучше быть собакой турок, чем подданным русских». Бурген Арстинян не столько политическая фигура в Армении, сколько предприниматель. Его взгляды также совпадают со взглядами вышеуказанных деятелей. И, естественно, он также может претендовать на определенную роль в антироссийской коалиции. Создание этой коалиции актуализировалось после окончания войны, когда российское влияние возросло как в Армении, так и в Карабахе и регионе. Газета ПАСТ напоминает, что Арарак Мирзаян уже давно известен как подчеркнутый прозападный деятель. Еще летом 2018 года Мирзаян, считающийся вторым по важности лицом революционной власти, посетил США. На американских встречах были выдвинуты следующие условия. Смена вектора внешней политики Армении в сторону Запада и нейтрализация, конечно же, в политическом плане влиятельных пророссийских деятелей Армении. Мирзаян, согласно прессе, согласился, дал слово, что все это будет последовательно выполнено, и по возвращении познакомил Пашиняна с этими условиями. Вторая часть условия, кажется, удалась. В отношении второго президента Армении Роберта Кочеляна, считающегося другом Путина, было начато уголовное преследование. Уголовного дела не избежал генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Первый пункт условия, исходя из каких-то причин, не удалось реализовать. Стратегические отношения Армении с Россией, хоть и осладели, но не подверглись изменениям. А этого было недостаточно для обеспечения более тесных партнерских отношений с Соединенными Штатами. Газета ПАСТ полагает, что в послевоенный период, когда звезда Пашиняна угасает, возможно, что операция США по реализации посредством Арарата Мирзаяна плана Саакашвили получит вторую жизнь. Лица, с которыми встречается Арарат Мирзаян, являются больше личностями, нежели политическими силами и не имеют какой-либо роли или народной симпатии. Однако параллельно в процесс вовлекают сил, деятельность которых вне политологии в целом. Так, власти подвели итоги встреч Арарата Мирзаяна за 16 декабря, пригласив в эфир общественного телевидения Армении руководителя партии, а для многих террористической группировки Сасна-ЦРР Жирайра Сефеляна. Ясное дело, что общественное телевидение Армении не действует самостоятельно, чтобы приглашать и беседовать с кем хочется. Жирайр Сефелян же, подчеркнутый антироссийский деятель, он считает Россию врагом, заявляет, что нужно как можно скорее добиться вывода российской военной базы из Армении. Переглашение лица с подобной позицией, естественно, является продолжением антироссийской пропаганды. Так, Сефелян заявил в эфире, что в России скоро начнутся антивластные процессы и т.д. Фактически, сейчас, когда единственным гарантом безопасности Армении является Россия, разгораются антироссийские страсти и в первую очередь внутри и со стороны властной верхушки. Согласно газете PAST, власть не извлекла уроков и сложившиеся в результате ухудшения этих отношений ситуации и продолжает делать то же самое на новом уровне, создавая еще более опасную ситуацию.